Я хочу говорить сегодня о вашей вере. В пятой главе Евангелия от Марка описывается женщина, которая страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у многих врачей, потратила все свои деньги, делала все, что могла, чтобы выздороветь, но ничего не помогло, состояние продолжало ухудшаться. Однажды было какое-то волнение в ее городе, она узнала, что Иисус проходит через него. Она слышала историю о том, как он исцелил парализованного человека, открыл слепые глаза, очистил кого-то от проказы. Что-то родилось у нее внутри, она подумала, он сделает это для других, он может сделать это и для меня. Она могла быть огорченной, жаловаться, жизнь несправедлива, почему это случилось. Вместо этого она сказала себе, если я пойду к Иисусу и только коснусь края его одежды, я знаю, я буду исцелена. Проблема была в том, что вокруг Иисуса была большая толпа. Тысячи людей окружали его, было не протолкнуться. Это выглядело невозможно. Большинство людей уже бы сдались, этому не суждено сбыться. Но не эта женщина, она начала прокладывать себе путь через толпу. Простите, мне надо пройти, извините, мне надо пройти вперед. Не хочу показаться грубой, но уйдите с моей дороги. Люди смотрели на нее, что за проблемы с этой женщиной. Но у нее была цель, она приняла решение. Я уверен, она была слабая, потому что у нее было кровотечение в течение многих лет. Ей было нелегко, но она пробивала себе дорогу через толпу. Одна из версий говорит, она продолжала говорить себе, когда я доберусь до Иисуса, я знаю, я буду исцелена. Она говорила, я знаю, исцеление приходит. Я знаю, что ситуация меняется в мою пользу. Мне трудно сейчас. Я устала, я слаба, но я знаю, я близка к моему прорыву. Причина, по которой она могла продолжать двигаться, это то, что в голове она прокручивала правильные мысли. Я могу представить, она настолько обессилена. Она в конце концов упала на землю и должна была ползти последние несколько футов. И в последний момент она протянула руку и коснулась края одежды Иисуса. Внезапно Иисус остановился и сказал своим ученикам, кто только что коснулся меня. Они ответили, что ты имеешь в виду, здесь столько народа, все касаются тебя. Он ответил, фактически, нет. Все, может быть, сталкиваются со мной, но кто-то только что коснулся меня. Кто-то только что взял от меня силу, способную совершать чудеса. Кто-то верил, что исцеление грядет. Кто-то верил, что их ребенок встанет на правильный путь. Кто-то верил, что новые двери откроются. Кто-то коснулся меня с ожиданием. В это время Иисус посмотрел на эту женщину. Их глаза встретились. Она боялась, что касаясь его, она сделала что-то неправильное. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Иди в мире, ты исцелена». Заметьте, ключ в ее вере. Это отлично, что ее родители молились, что ее друзья ободряли ее, ее соседи подбадривали ее. Это все хорошо. Но нет ничего более сильного, чем ваша вера. Когда вы верите, когда вы ожидаете изменений, когда вы продолжаете говорить себе, «Я знаю, прорыв грядет». Я знаю, исцеление в пути. Я знаю, правильные люди в моем будущем. Я знаю, что Бог начал, Он закончит. Ваша вера может остановить Создателя Вселенной. Вот как активируется Его сила. В этот день были и другие больные люди в толпе вокруг Иисуса. Многие люди имели нужды. Не сомневайтесь, они наталкивались на Иисуса, и ничего не случалось. Но эта женщина коснулась Его. Вы просто сталкиваетесь с Ним или касаетесь Его. Вы живете с ожиданием, зная, что Он больше, чем эти проблемы, больше, чем эта болезнь, более сильный, чем это противостояние. Или вы разочаровываетесь, думая, это никогда не поменяется. Бог проходит мимо. У Него есть вся сила. Не просто сталкивайтесь с Ним. Не будьте пассивными, думая, что вы никогда не осуществите свою мечту. Никогда не встретите правильного человека. Никогда не начнете свой бизнес. Делайте, как эта женщина. Протяните руку и коснитесь Его. Высвободите свою веру. Верьте, что это случится. Эта женщина была ближе всего к своему чуду, когда встретилась с наибольшим сопротивлением. Было бы легче, если бы Иисус проходил только с несколькими учениками. Она смогла бы подойти и коснуться Его без всякой борьбы, без всех этих людей на ее пути, но ей нужно было пробиться через толпу. Толпа представляет собой разбитые мечты, вещи, которые не сработали, мысли, говорящие тебе, что лучше не будет. Ты никогда не выздоровеешь, никогда не освободишься от зависимости. Толпа – это негативные слова, которые люди говорили в наш адрес. Ты не такой талантливый, ты не сможешь осуществить свою мечту. Если вы собираетесь достичь своего потенциала, вы должны пробиться через что-то. Вы не можете быть слабыми, сдаваться в духе, говоря, «Это слишком сложно». Вы должны быть более решительными, чем то, что пытается остановить вас. Вы можете упасть, но вы должны подниматься снова. Вы должны иметь решимость. Это разочарование не может остановить меня. Я не позволю ошибкам, которые я совершал, в вине, с сожалению, стать причинами, по которым я отступлю. Я не позволю неудачам, людям, которые поступили со мной плохо, неприятию, предательству, стать причиной того, что огорчаюсь и остаюсь там, где я есть. Я собираюсь прорваться через толпу. Во многих чудесах, которые являл Иисус, Он возлагал свои руки на людей, и они исцелялись. Но в этом случае, Иисус не возлагал свои руки на женщину. Женщина возложила свои руки на Иисуса. Вы ожидаете, что, так сказать, Бог возложит на вас руки. Бог, эта проблема такая большая, когда ты собираешься делать что-нибудь с этим. Почему ты сам не возложишь на него руки? Вместо того, чтобы жаловаться на проблему, говори, «Господи, благодарю Тебя, что ситуация меняется в мою пользу. Благодарю за то, что ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешным. Благодарю за то, что ты приготовил победу для праведника. Я не вижу путь, но я благодарю тебя, потому что ты имеешь путь. Когда вы делаете это, вы возлагаете свои руки на Бога. Ваша вера может инициировать исцеление. Ваша вера может быть катализатором того, что Бог сделает для вас чудесные вещи». В 14 главе Деяний апостол Павел учил людей, и он заметил хромого мужчину в толпе. Он был таким с его рождения, никогда не ходил. Стих 9 говорит, «Павел увидел, что человек имеет веру для получения исцеления». Слушайте, человек просто сидел в аудитории, слушал Павла, но, видимо, имел столько ожидания на своем лице, что Павел, должно быть, увидел что-то в его выражении. Ожидание, что что-то хорошее должно произойти, как у маленького ребенка в магазине конфет. Павел был так впечатлен, что он остановил свою речь и сказал, «Сэр, я вижу, вы готовы для своего чуда. Встаньте». Мужчина встал и тотчас был исцелен. Начал ходить в первый раз. Как этот мужчина, мы должны жить с этим ожиданием, что что-то хорошее должно произойти. Да, у нас у всех есть трудности, у нас есть причины, чтобы быть сердитыми. Не позвольте этому забрать у вас то, что Бог приготовил для вас. Вас не было бы в живых, если бы чего-то замечательного не было в вашем будущем. Может ли ваша вера быть замечена? Может ли кто-то заметит, что вы ожидаете перехода на новый уровень? Говорите ли вы так, как будто это должно произойти? Думаете, как будто это должно произойти? Верите, как будто это должно произойти? Бог проходит мимо. Но если у вас негативное настроение, я не вижу, как это может произойти. У меня никогда не было хороших шансов. Я в таком состоянии уже давно. Вы можете касаться его, но вы не собираетесь прикоснуться к нему. Вам надо показать Богу, что вы готовы быть исцеленным, готовы быть свободным, готовы быть благословенным. Это должно быть ожидание того, что это может случиться сегодня. Вы можете встретить человека своей мечты на этой неделе. Вы можете увидеть, что ваше здоровье улучшилось в этом месяце. Этот год может быть вашим годом, когда вы перейдете на новый уровень, когда все встанет на свои места. Хорошие шансы найдут тебя. Обетования, в которые вы верили, внезапно сбудутся. Хорошо, Джоэл, что если я буду верить в это, а это не случится? А что если вы будете верить, и это произойдет? Когда вы живете с ожиданием, когда ваша вера видна в ваших словах, в вашем отношении, это будет причиной того, что Бог заметит вас по-новому. Бог всегда с нами. Мы у Него на ладони. Но вера – это то, что привлекает его внимание. Писание говорит, без веры угодить Богу невозможно. Это сильное утверждение. Это означает, что вы можете быть послушными, но быть сердитыми и иметь ограниченное видение, и не угодить Богу. Вы можете давать, служить, кормить бедных, и это все важно. Мы должны делать это. Но если вы не верите в вещи, большие, чем вы можете достигнуть своими силами, если вы не ожидаете, что трудности разрешатся, если вы не предвкушаете нового уровня, благодаря Богу, за то, что Он приводит свои обетования в исполнение, значит, вы не высвобождаете свою веру. Вы должны активировать то, что Бог вложил в вас. Он проходит мимо. Не просто сидите, сложа руки, и смотрите. Мне бы хотелось, чтобы я мог побороть зависимость. Я бы хотел, чтобы я мог осуществить свои мечты. Почему бы не протянуть свою руку и коснуться его? Господь, я благодарю Тебя, что Ты открываешь двери, которые никто не может затворить. Благодарю Тебя, что Ты переводишь меня туда, куда я не могу попасть своими силами. Господь, я верю, исцеление на подходе, свобода на подходе, правильный человек на подходе, изобилие на подходе. Это то, как мы касаемся Бога сегодня, нашей веры. Хорошо, Джоэл, я жду, пока Бог сделает что-то. Может быть, Бог ждет тебя? Эта женщина не ждала, пока Иисус возложит на нее свои руки. Она возложила свои руки на Него. Я понимаю, у Бога есть идеальное время, но Писание говорит, вера – это сейчас. Вера всегда в настоящем времени. И ситуация может не поменяться тотчас. Мы все имеем периоды ожидания, но наша вера должна оставаться активной. Нашей нормальной позиции должно быть. Господь, я рассчитываю на Твою благость не на следующей неделе, не в следующем месяце, не в следующем году. Я ожидаю ее сегодня. Стойте на сейчас. Живите с ожиданием, что это может совершиться сегодня. В течение нескольких лет было что-то, во что я верю. Пути, как мы можем расширить наше служение. И каждый день я делаю то, что прошу делать вас. Господь, я благодарю, что это на подходе. Я благодарю Тебя, что Ты делаешь осуществимыми вещи, которые я не могу осуществить. Я не видел ни одного признака этого, но каждое утро я начинал с ожиданием Божьего благословения, зная, что это может случиться в любой момент. Это продолжалось месяц за месяцем, даже год за годом, никаких признаков. Как сильно ты этого хочешь? Женщина в Писании ожидала 12 лет, но она хотела этого так сильно, что пробилась через толпу. Каждый голос говорил ей, оставайся дома, это очень сложно, так много противостояния, но ее отношение было. Я прошла слишком далеко, чтобы останавливаться сейчас. Я может быть устала, мне может быть некомфортно, но я собираюсь добраться до Иисуса. Когда Бог видит, что вы делаете, что можете, верите, когда нет никаких признаков, благодарите Его, когда вы слабы, делайте шаги веры, когда вам некомфортно. Бог даст вам силу, которая сверх ваших естественных возможностей. Он поможет вам делать то, что вы не можете делать своими силами. Я просто продолжал верить день за днем, благодаря Богу. И на прошлой неделе, в понедельник, случилось что-то, во что я верил более трех лет. Я был так благодарен. Затем, во вторник утром, что-то еще более удивительное случилось, что я даже не мог поверить. И как будто этого было недостаточно, во вторник вечером что-то большее, чем два первых случая вместе. Больше, чем я мог представить, случилось. Это было как скорострельный огонь. Бум-бум-бум. Поток Божьего благоволения. Это путь Бога. Когда вы стоите в вере, вы постоянно благодарите Его, даже когда нет ни признаков. Вы придете к этому вдруг, когда Бог удивит вас. Вы можете не видеть это приходящим, но это будет превышать все ваши ожидания. Писание говорит об этом, как Бог будет делать вещи, от которых у нас будет кружиться голова. Моя голова кружилась в тот вечер. Может быть, вы молитесь, верите, ожидаете уже долгое время. Стойте в уверенности. Это на подходе. Вы ближе, чем вы думаете. Это случится быстрее, чем выглядит. Нет ни одного признака, что положение вещей улучшится. Все выглядит, как обычно. Будьте готовы. Бог полон сюрпризов. Он не всегда делает вещи нормальным путем, когда все постепенно становится лучше. Он сделает это внезапно, необычно, так, как ты не ожидал. Это потому, что день за днем, неделю за неделей ты продолжал касаться Его. Ты продолжал ожидать этого. Ты продолжал благодарить Его за то, что это на подходе. Ты продолжал говорить так, как будто это должно случиться. Ваша вера сделает вас исцеленными. Ваша вера разрушит зависимость. Ваша вера выведет вас из долгов. Ваша вера поможет достигнуть мечты, которые Бог вложил в вас. Я говорил женщине, у которой появились проблемы с ногами. Ее мускулы и связки причиняли ей сильную боль. Настал момент, когда она не смогла ходить. Все, что могли делать врачи, это давать ей лекарства, чтобы облегчить боль. В течение нескольких месяцев она не могла ходить на работу, она не могла вставать, она вынуждена была оставаться дома из-за ее ног. Прогнозы были плохи. Она не знала, сможет ли она когда-нибудь снова ходить. Однажды, субботным вечером, она и ее муж смотрели наше служение онлайн. В конце я всегда прошу людей встать, чтобы принять Христа. Ее муж встал прямо там, в их зале. Она улыбнулась, она была приятно удивлена. Он посмотрел на нее и сказал, давай, дорогая, вставай со мной. Она была слегка сконфужена. Что ты имеешь в виду? Ты же знаешь, что я не могу встать. Он сказал, конечно, ты можешь. И он взял ее за руки и помог подняться. Он держал ее, пока мы молились. Я могу себе представить, Бог видел ее там, стоящей, несмотря на боль, поддерживаемой ее мужем, но полной решимости сделать шаг веры. Я сказал в конце, запомните этот день, это новый день вашей победы. Это семя пустило корни в ее сердце. Она поверила, что это будет новый день. Через несколько минут, когда она сидела на диване, она почувствовала, как кости в ногах начали трещать и мускулы начали двигаться. Она сказала, я не могу объяснить это, но что-то необычное происходило. Сила начала возвращаться в ее ноги. Внезапно вся эта боль ушла. Ее муж уснул, а она встала и пришла в спальню. Он не мог поверить. На следующее утро они оба проснулись и пошли в церковь. Она говорила, Джоэл, я не знаю, что случилось, но я хожу нормально с тех пор. Что это было? Ее вера сделала ее исцеленной. Так же, как ту женщину, которая пробивалась сквозь толпу. Когда Бог видит, как вы высвобождаете веру, это привлекает его внимание. Это то, что активирует его силу. Она могла быть расстроена, говоря мужу, не беспокой меня, ты знаешь, что я не могу встать. Но как шаг веры, даже несмотря на то, что он должен был держать ее, она встала. Может ли Бог видеть вашу веру? Делаете ли вы что-нибудь, говоря, я хочу быть здоровым, я хочу быть свободным, я хочу перейти на новый уровень? Это то, что делал мужчина в 10 главе Евангелия от Марка. Его имя было Вартимей. Он был слепой нищий, сидящий на дороге. Иисус вышел из Иерихона и должен был проходить мимо. И когда человек узнал, что это Иисус, он начал кричать. Иисус, сын Давида, помилуй меня. Технически, Иисус не был сыном Давида. Он был сыном Иосифа. Почему тогда Вартимей звал его так? Потому что он осознал, что Иисус – это Мессия. Несколько глав ранее религиозные лидеры не узнали Иисуса. Они считали его обманщиком. Они завидовали, были напуганы. Интересно, что этот слепой человек, человек, который не мог видеть физически, был одним из первых, кто распознал в Иисусе Мессию. Когда он кричал, Иисус, сын Давидов, он говорил, Мессия, Целитель, Освободитель, Всемогущий Бог. Иисус остановился на пути. Я могу представить, как Иисус думал, это кто-то, кто знает, кто я есть. Он знает, что я всемогущий. Он ожидает моей доброты. Когда Вартимей начал кричать, люди вокруг него говорили, Вартимей, успокойся, не устраивай сцен, не расстраивай его. Люди будут пытаться отговорить тебя от твоего чуда. Они будут говорить тебе всевозможные причины, по которым ты не сможешь быть здоровым, не сможешь освободиться от зависимости, не сможешь встретить правильного человека. Это потому, что они не знают того, что Бог вложил в тебя. Они не могут слышать то, что ты слышишь. Негативные голоса будут пытаться привести тебя в уныние. Но когда вы успокоитесь, вы по-прежнему будете слышать этот тихий голос, говорящий, это зависимость, это не твое будущее. Ты лучше этого. Жизнь в нужде, неспособность вырваться вперед, это не твоя участь. Изобилие в пути, депрессия, отсутствие энтузиазма, это не то, кто ты есть. Свобода идет, радость идет, прорывы идут. Бог шепчет твой дух, мечты и обещания. Кем ты можешь стать? Враг будет делать все возможное, чтобы утопить это. Неважно, как громки эти другие голоса. Не позвольте им отговорить вас от того, что Бог прошептал ваш дух. Писание говорит о тайных молитвах нашего сердца. Это сны, которые Бог дал вам ночью, обещания, о которых вы никому не говорили. Это выглядит настолько далеким, таким, что никогда не совершится. Это Бог говорит вам. Его мечты на вашу жизнь намного больше, чем ваши собственные. Эти люди видели Вартемея как нечто незначительное, неважное. Это только слепой нищий. Они говорили ему, успокойся. Но Вартемей кричал даже громче, и когда Иисус услышал его, он остановился и сказал, подведите его ко мне. Стих 50 говорит, он сбросил с себя верхнюю одежду. Это важный момент. В те дни, как ученые говорят нам, когда человек был инвалидом, ему давали официальную одежду, плащ от правительства, которое давало ему право просить милостыню. Этот плащ нищего был очень ценным, так как он позволял ему зарабатывать на жизнь. С другой стороны, это клеймило его как нищего. Как сейчас мы определяем людей по их униформе. Полицейский, пожарный, врач. Когда вы надевали одежду нищего, куда бы вы ни шли, люди знали, что вы ущербны, что с вами не все в порядке. В некотором смысле, эта одежда давала вам право на самосожаление, право быть в депрессии. Когда Вартемей услышал, что Иисус сказал, приди, первое, что он сделал, это сбросил свой плащ. Его отношение было, это новый день. Я покончил с самосожалением. Я покончил с этим ярлыком, который говорит, ущербный. Я покончил с нищенством. Я больше не нуждаюсь в этой одежде. Он изменил свое мышление. Я не жертва, я победитель. Бог на троне. Он больше, чем эта проблема. Он даст украшения вместо пепла. Он избавился от отговорок. Если вы будете оправдывать то положение, в котором вы находитесь сейчас, находить объяснение, почему вы не можете подняться, почему вы в проблемах, почему вы озлоблены, до этих пор вы так и будете оставаться погрязшими в своих проблемах. Интересно, как много из нас носят эту нищенскую одежду? Джоэл, у меня было трудное детство. У меня есть причины быть озлобленным. Меня бросили. Я потерял любимого человека. Я разрушен болезнью. Вот почему я негативный. Вот почему я угрюмый. Перед тем, как вам станет лучше, вы должны снять эту нищенскую одежду. Могу я сказать вам, у нас у всех есть причины для самосожалений. Нам всем причиняли боль. Все делали ошибки, все разочаровывались. И избавьтесь от отговорок. Может быть, это было несправедливо, но Бог есть справедливый. Он Бог справедливости. Он бы не допустил этого, если бы это помешало бы тебе достичь твоей цели. Я полностью за то, чтобы быть сострадательными, любящими, добрыми. Но я не верю, что надо давать людям право на самосожаление. Не потому, что ты не имеешь на это оснований. Не потому, что в твоей жизни не произошло ничего такого серьезного. Но потому, что это удержит вас от того, чтобы увидеть украшения вместо пепла. Это удержит вас от того, чтобы быть восстановленными, исцеленными, оправданными, успешными в карьере. Бог хочет заставить врага заплатить. Он хочет вывести вас в лучшем состоянии. Делайте вашу часть. Отбросьте самосожаление. Отбросьте обиды. Отбросьте разочарование. Вы не сможете достичь вашего предназначения, находя оправдание вашей ситуации. Пока вы будете носить эту нищенскую одежду, давая себе причины быть озлобленным и ощущать себя ущербным, неполноценным, до тех пор это будет удерживать вас от нового уровня, который есть у Бога для вас. Когда Вартемей сбросил эту одежду, он не только оставлял все свои средства к существованию, он оставлял все негативные вещи в прошлом. Это было символично. Он оставлял расстройства, неудачи. Вам нужно быть готовыми оставить некоторые вещи, если вы собираетесь стать тем, кем Бог создал вас бы. Вам, возможно, надо оставить озлобленность, плохое настроение, оставить компромиссы. Иисус сказал Вартемею прийти. Он не мог видеть, но он начал двигаться к Иисусу, основываясь исключительно на том, что он слышит. Вы можете не видеть исцеления еще, но вы должны идти, основываясь на том, что вы слышите. Ранами его мы исцелены. Вы еще не видите роста. Бизнес замедлился. Идите, основываясь на том, что вы слышали. Я буду давать взаймы и не буду брать взаймы. Ваши дети сбились с пути. Нет ни одного признака на их улучшение. Я и дом мой будем служить Господу. Ходите верой, а не видим. Иисус спросил Вартемею, что ты хочешь от меня? Он сказал Господи, чтоб мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. Иди в мире, ты исцелен. И тотчас он прозрел. Бог говорит нам то, что он говорил ему. Ваша вера может изменить вещи. Ваша вера может открыть правильные двери. Ваша вера может принести необыкновенное благоволение. И это случится раньше, чем это выглядит. Продолжайте ожидать этого. Продолжайте говорить так, как будто это должно произойти. Выходите каждое утро из дома, ища Божьей доброты. Он проходит мимо. Не просто будьте возле него. Делайте, как эта женщина. Протяните руку и прикоснитесь к нему. Если вы будете делать это, я верю и провозглашаю, что как у Вартемея ваша вера может совершить вещи, которые вы сами никогда не смогли бы совершить. Бог откроет сверхъестественные двери, изменит невозможную ситуацию и приведет вас к полному вашему предназначению во имя Иисуса Христа. Если вы принимаете это, можете вы сказать «Амин». Я хотел бы дать вам возможность сделать Иисуса Господом в своей жизни. Не могли бы вы помолиться со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я каюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую библейскую церковь. Поставьте Бога на первое место. Готовь в хорошую библейскую церковь. Готовь в первое место.